пас фланга и ибрагимович теперь у них преимущество в один мяч как же здорово сыграно а очень вкусно я бы сказал ну после такой передачи промахнуться было бы преступлением даже с моей стороны согласен и с моей тоже ведь разыграно это было идеально очень хорошее взаимодействие в этом моменте у игроков было и подача хорошая получилась нацеленный и головой удар оказался не берущий челси получает право на угловой удар так и должен играть вратарь при угловом андер эрера уэйм руник отличная передача бог ба хорошее оборонительное действие и кто первым успеет к этому мячу виллер и еще одна передача на сеско фабрикасе сушки но это просто барселона гвардиолы в лучшие времена и упущен шанс упущен верный шанс сравнять счет сесар аспиликует арбитр должен был прервать игру и прервал а а а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это может быть опасно... Оскар! Опасно! Гол! Этот гол забил игрока вы еще членозамену, обращу ваше внимание. И вот вам, пожалуйста, свидетельство тому, что футбол это прежде всего игра. И здесь ситуация может в любую секунду измениться. Гол, конечно, из ряда вон выходящий, потому что, как мы его любим говорить, ничто не предвещало. Продолжение следует... Мы смотрим матч двух равных команд. Счет 2-2. Андер Эррера. Пугба. Сыграно-то точно, а вот стоило. Ванчестер Юнайтед атакует. Повес! По направлению правильно, но ведь там никого нет. Основное время истекает через 20 минут. Пока неплохо. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Уэйн Руни. Гол. И они выходят вперед. И вот оно исполнение. Причем исполнение, которое завершается голом. Пробил внутренней стороной стопы. Очень технично и качественно футболист. И голкипер просто уже не мог помочь своей команде. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью. Но пора бы и обострить. Смотрим начало этой атаки. Опасная передача. Игрок обороны оказывается первым на мяче. Плохая передача. Игрок уже готов выйти на поле. Остается только дождаться паузы в игре. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Решил пробить. Шанс для команды довести отрыв до двух голов, если забьют с этого углового. Голки. Игрок Манчестер Юнайтед нарушил правила. Манчестер в атаке. Удар! Нужен! Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. Удар еще просто! Пять минут остается до конца игры. И преимущество в один мяч ничего не гарантирует. Манчестер идет вперед. Биллер. Гарри Кехил. Федер Азар. Гол! И счет равный, а время почти на исходе. Сравнивает счет Челси и делает это в концовке матча. Поражение их явно не устраивало. Они шли вперед и в итоге своего добились. И еще есть время, чтобы одержать победу в этом матче. Тренер решил сделать замену. По реакции трибун понятно, что футболист, который покидает поле, им очень пришелся по душе сегодня. Сыграл он правда здорово, и его вклад в игру был действительно велик. На мой взгляд, это лучший игрок встречи. Андер Эрер. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничейный. Посмотрим, сколько времени добавлено. Три минуты. Отлично сыграно. Надо решать. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Гарри Кехил. Получает мяч на ходу. Пенальти. Вот это поворот. Не раздумывает рефери, назначает пенальти и достает желтую карточку. Но это еще как-то можно пережить, а вот пенальти – это уже удар по всей команде. Пенальти. Удар с 11 метров и гол. Грамотно положил мяч в порог. Сумел переиграть в рутаря и забить гол с пенальти. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камерой. Ну и теперь очень интересно, сколько осталось минут или даже секунд. Хватит ли времени, чтобы дойти до чужих? Как видим, порой трех мячей оказывается недостаточно не то, что для победы, а даже и для ничейного результата. Грамотно полет. Субтитры делал DimaTorzok 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 Оскар Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok И гол!